Оперативное совещание у главы Ленинского городского округа. Мероприятие, призванное координировать работу различных муниципальных организаций и подразделений, экстренных служб и управляющих компаний. Глава округа Алексей Спаский отметил, что один из главных вопросов, который необходимо проработать, разграничение зон ответственности управляющих компаний и дорсервиса в подходе к уборке снега, чтобы не осталось территорий, которые не убираются. Все здесь присутствующие, все эти вопросы спорные или звонящие, знаете. Вот если каждый между собой сядет, проговорит, вы все это знаете, плюс начальники терротделов. Поэтому нужно разобраться там по две, по три точки по каждой управляющей компании и снять, кто этим занимается. Начальник УМВД России по Ленинскому городскому округу Алексей Бадин поделился собравшимися успехом в проведении масштабной операции по обезвреживанию банды, угонявшей автомобили. Мы на этой неделе задержали группу, за которой, наверное, больше полугода бегаем. Самарская группа крадунов транспортных средств, специализировались они на Киа Спорт-Эйдж. Порядка 13 машин у нас уехало. Уезжали они в Тульскую область, там, соответственно, перебивались и уезжали в другие регионы. Делая отчет перед главой округа, заместитель главного врача ВРКБ Елена Зинатурина назвала ситуацию с коронавирусной инфекцией в округе стабильной. За прошедшую неделю выявлено 207 новых случаев. Общее число зараженных почти составляет 24 тысячи. Вызрывших на 418 человек увеличилось. И составило уже почти полденадцати тысяч. В целом же руководители различных служб и подразделений отчитались о том, что серьезных происшествий на территории округа не было. Возникающие экстренные ситуации решались оперативно. Неформальное продолжение совещания состоялось в фойе ДК, где прошла акция «Исполни детскую мечту». Дети из малообеспеченных семей написали письма Деду Морозу. И теперь любой из собравшихся, сняв с елки письмо, мог стать новогодним волшебником. Что у нас тут? У нас большая энциклопедия о природе и снегокад. Ясно. Ну, проблем, я думаю, не будет для того, чтобы ребенку подарить радость. Так что с удовольствием побуду в роли Деда Мороза. У нас мальчик Максим, ваш тезка, просит визитойс. Что это такое? Артикул указан на Валберес, цвет любой. То есть вы знаете, что это такое? Я вот, например, не знаю. Видим, какая-то новомодная штука такая. Неизвестно, но я сейчас посмотрю, артикул есть. Вот, я думаю, исполнимо. Что там у вас? Наушники беспроводные. Ну как, не будет проблем? Да нет, конечно. Нет, конечно. Все сделаем. Письмо Дедушке Морозу большинство детей писали по всем правилам, с перечислением добрых дел. Дорогой Дедушке Мороз, меня зовут Никита, мне 8 лет. Он поставил галочку, что был послушным ребенком в этом году. Спи с моих добрых дел. Был вежливым и добрым. Делал домашнюю работу, помогал родителям. Чистил зубы, убирал свои игрушки. Наводил порядок в моей комнате. Ну, в смысле, в его, наверное. Мне нравится фотографировать. Я мечтаю стать профессиональным фотографом. То есть вашим коллегой в какой-то степени. Мне очень хочется попасть в этот волшебный список подарков. Я очень надеюсь получить экшн-камеру GoPro с водонепроницаемым боксом. Ну как, исполнимое желание? Да, я думаю, вполне. Одним из главных, подавая пример подчиненным, в акции принял участие глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Он взялся исполнить сразу несколько детских желаний. Один я прочитал, это самокат какой-то трековый. Второй пока еще не добрался, но тоже обязательно вчитаюсь в послание. Причем видно, что ребята очень творчески подошли. Там из пластилина такая целая картина с Дедом Морозом. Не сомневаюсь, что до Нового года каждый из ребят получит подарок. Причем мы видим, с каким рвением в хорошем смысле. Да, мои коллеги сейчас снимают эти конверты с елки. Все получится. В считанные минуты на елочке не осталось ни одного письма. А значит, у многих детей округа совсем скоро исполнится мечта. Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова